Здравствуйте! Вы смотрите канал Сад для Души. Вот таким снегопадом отметился сегодняшний день. 31 января на календаре. И время поговорить о том, что я буду делать в феврале. То есть, каков план работы. На подоконнике будем так называть их, в саду на февраль месяц. Но прежде всего хочу сказать о том, что если кто-то собирается на выходные на дачу, то имейте в виду, что может не быть электричества. У меня, например, вот в такие снегопады часто обрыв проводов происходит. И пару дней сидим без света. Поэтому берите с собой свечки. И если у вас есть печка, вам будет тепло и будет ужин при свечах. И воду, кстати, тоже не лишним будет с собой взять, потому что не будет электричества, не будет работать водопровод, у кого он сделан в электрическом виде. Итак, что мы делаем в феврале? Я начну с сада. Если выдастся оттепель, теплая плюсовая погода, побелить деревья, конечно, особенно если местами облезла побелка во время январских оттепель, самое оно возобновить краску. И этим самым мы с вами предохраним деревья от разрыва коры, которая называется мразобоиной. Кстати, видео о том, как белить деревья, я прикреплю к этому сюжету. Воспользовалась сегодняшним снегом для рассады. Конечно, февраль – это посевы. Вот смотрите, набрала снег в такие мешки, потому что пока он рыхлый, свежий, так можно сказать, и не грязный. Конечно, там, когда он растает, будут уже соринки, но тем не менее, для чего он нужен? Это живительная влага для наших семян. Это талые воды для всходов, очень полезные. То есть это такая живая вода, которая позволяет нашим семенам прорастать быстрее и сеянцы становятся крепче. Конечно, интересные отношения будут к прохожим, когда идешь с мешками снега домой. Кто-то недоуменно смоет, а кто-то, знаете, так, сознанием дела говорит для рассады, да? Я говорю, ага. Итак, что мы сеем в январе? В феврале, простите. В самом начале февраля я буду сеять землянику и гелиотроп. Люблю очень этот цветок за его аромат. Конечно, в феврале время посева петунии. Как же мы без нее? Петунию сею в середине февраля, примерно в торфяные таблетки. Об этом также будет видео. Также в середине февраля, в 20-х числах, примерно наступает время посева баклажан и перца. Помидоры я сею в марте. В начале февраля обязательно также порей на рассаду. Любые виды. Мне больше нравится русский размер и карантанский. У него самые толстые стебли получаются. И высокая вот эта вот белая часть для него. И, конечно, сельдерей. Куда же мы также без него? Сначала корневой сельдерей. Кстати, посмотрите на срок годности семян сельдерея. Если, причем, знаете, я смотрю даже не то, до какого он будет, а то, когда были семена упакованы. И вот если там написано 16-й год, половина взойдет только. Лучше брать свежий, то есть 17-го года. Затем, где-то через недельку уже время листового сельдерея и черешкового. Можно, в принципе, посеять и сразу. Ничего страшного этого не будет. Не успеет он прирасти. Вот все, что я вам хотела сказать о работах садовода в феврале. Поздравляю вас с началом сезона, несмотря на падающий снег и зиму на улице. Все-таки садовый сезон я считаю открытым. Запасайтесь снегом. Это будет талая вода для наших растений. Кстати, можно побаловать вот этой талой водой и комнатное растение. После вот этой городской хлорочки они скажут вам спасибо за талую воду. Когда он меня растает, я перелью эту воду в бутылку обычную и буду хранить до момента посева перчиков и баклажанчиков. Потому что, когда я буду сеять, снега уже может не быть. С вами был канал Сады Души. Подписывайтесь. Будет много интересного. Удачи! Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok